С детства мы все знаем, что правда это хорошо, а ложь плохо. Но в реальной жизни каждому из нас приходится говорить неправду хотя бы для того, чтобы не обидеть близких. Я хоть и правдоруб по натуре, но тоже иногда это делаю. Как же нам жить в гармонии со своей совестью и знать точно, когда говорить правду, а когда соврать во благо. Что такое белая ложь и чем она отличается от вранья? Поговорим об этом с нашей гостью, позитивным психологом Натальей Толстой. Наталья, доброе утро. Доброе утро, друзья. Наталья, ну вот что такое белая ложь и может ли она не испортить, а даже сохранить отношения? Безусловно. Смотрите, как интересно. То, что называется женской хитростью и мужской тактичностью, это как раз вот белая ложь. Что это такое? Это не совсем сказанная правда, завуалированное красивое сочинительство для того, чтобы не сделать другому человеку больно и действительно не подставить отношения под удар. А ложь это оружие хамов. Хорошо, но все-таки где-то тонкая грань между белой ложью и враньем? Сейчас объясню. Смотри, когда тебе задают вопрос и говорят, что послушай, ты говорила о том, что ты любишь жареную картошку, оказывается, ты ее не любишь. Если ты можешь аргументировать и сказать, что были времена, когда любила, а теперь разлюбила, когда ты сможешь полностью реабилитироваться и вся белая ложь отстроена отлично от тебя, тогда она белая. А когда она касается другого человека и когда она ранит, тогда это точно вранье. Ну давайте разберем конкретную ситуацию. Допустим, кто-то собирается выйти в свет со своей спутницей. Спутница, мягко говоря, выглядит уставшей. Что делать? Сказать, что ты сегодня как-то не очень мне нравишься? Или соврать? Наверное, есть смысл немножечко недосказать правду. То есть вы представляете, если женщине сказать, что, мать, ты чего-то сегодня не очень хорошо выглядишь. Она что сделает? Она начинает краситься по новой, мыть голову и менять вещи из гардероба. Может быть, 3-4. Вы не попадете на мероприятие 100%. А мужчина может попасть еще в травматологию, если женщина крепкая. Если он не найдет нужных слов и как-то прямым текстом ей скажет, то это действительно ничего хорошего он не добивается. Если выбирать между главным и второстепенным, выбирайте любимого человека. Наташа, еще более сложная ситуация. Добавляю градусы. Мне нравятся родственники второй половины. Что делать? Вот здесь все-таки про правду матку или все-таки применять белую лошадь? Одна из психозанос, действительно, когда еще пара только начинает встречаться. Даже если они не вместе, еще не муж, а жена. Первое впечатление, допустим, дама съездила к родственникам мужа и говорит, нет, я босая, пешком отсюда уйду, это вообще какое-то исчадие ада, я не смогу с этими людьми быть. Если выбирать между тем, как сейчас строятся ваши отношения, и ты смотришь на их родственников, тоже выбирай отношения. Нужно сказать, что это твои близкие, мы их никогда никуда не денем. Сейчас ты уже стал взрослым, мы чем сможем, будем им помогать. Но часто ездить, я думаю, мы не будем. Ну, то есть просто как-то минимизировать общение? Да. Ну, вот смотрите, например, жена старалась, готовила коронное блюдо, мужчины знают эту ситуацию, а получилось, ну, новый рецепт не всегда удается. Что здесь, как есть и говорить, как замечательно, или все-таки сказать, что-то здесь у тебя не очень хорошо? Ну, смотрите, если котлетка подгорела немножко, можно съесть горелую, ничего с вами не случится. А вот если она добавляет специи, которые принципиально у вас аллергии на нее, или вам вообще совершенно не нравится, вы просто можете аккуратно сплюнуть в салфетку, положить под тарелку, сказать, что я не совсем голоден, и потом где-нибудь там... Что-то ничего не хочется. ...съесть корочку, да. Но сказать, что, ты знаешь, в следующий раз, может быть, что-то попроще приготовим, и вот эту, пожалуйста, специю не клади, к сожалению, я с ней дружу трудно. То есть аккуратней, аккуратней, вот вся ложь заключается в том, что ой, как вкусно, милая, как хорошо подгорела, ой, как пересолено вкусно. Тоже, опять же, не переборщить, потому что дальше уже пойдет нечестность, а это видно. Наташа, а вот такая тонкая ситуация, например, ты знаешь, что твоей подруге изменяет муж. Вот здесь говорить правду или вообще не лезть? Ой, третий лишний, чаще всего, собаки, когда ругаются, лучше всего не лезть, потому что она потом с ним помирится, а ты будешь крайне во всех отношениях. То есть нужно намекнуть. Очень вероятно, можно сфотографировать и послать фотографию, но произносить вслух не нужно, потому что потом передернут камень. Каждый со своими эмоциями и своим собственным языком, и как он это понял. И получится совершенно не то, что ты говорила. Поэтому белая ложь, так же точно, как не сказать диагноз, если не нужно его сейчас говорить, да, так же, как помочь ребенку, если он еще не совсем талантливый, сказать, что у тебя все получается, давай еще получится, еще получится, и он на вот этом состоянии, от того, что в него верят близкие, иногда добивается огромного успеха. А если прямо ему сказать, что парень, ты совершенно не спортивный, у тебя это ничего не получается, у тебя получается плохо. Опускаются, конечно, крылья, и все. А бывает ситуация, слушайте, когда, допустим, или подружка, или женщина очень много бла-бла-бла-бла-бла-бла рассказывает каких-то небылиц. Вот иногда, когда разговариваешь с таким человеком, и тебе хочется сказать ему правду всю, что ты по этому поводу думаешь, надо понимать, что подружка, которая привирает много, может быть, это ее какие-то большие мечты, и она пытается тебе рассказать, ну, потерпи, тебе разве трудно? Есть такой специальный анекдот, когда встречаются две подруги, одна другой говорит, слушай, а мне мой купил дачу в Аргентине. Вторая говорит, великолепно. Он говорит, купил мне сюда и сюда вот по карату. Она говорит, великолепно. А еще обещал мне машину. Там великолепно. Он говорит, что ты заладила одно и то же слово? Она говорит, я пошла в институт благородных девиц, нас там научили вместо слова не брыши говорить великолепно. То есть иногда можно таким образом подать свою правду, что она будет как красивый рассказ, как правильная верная подача для того, чтобы сохранить искренне хорошее отношение. В любом случае, мне кажется, что белая ложь – это одна из частей доброты, когда тебе просто в данный момент совершенно не хочется портить отношения. И тогда ты просто чуть-чуть не договариваешь, а не досказать – это не соврать. Ну что ж, Наташа, спасибо большое за полезный, наверное, очень нужный для всех разговор. Хорошего дня. Всем любви и добра. Пока!